Звучит песня «Звучит песня» Звучит песня «Звучит песня» Сегодня я всех вас поздравляю с Днем Ангела, потому что мы поминали всех святых, угодивших Господу своей жизнью, своими делами, оставшимися Христу даже до смерти. А сегодня мы поминаем всех святых в земле русской просеявших. Это День Ангела Русской Православной Церкви. Это значит, что я еще раз вас всех поздравляю с Днем Ангела, потому что все мы носим имена святых прославленных в нашей с вами Русской Православной Церкви. И, конечно, мы благодарим отцев Поместного Собора 1918 года. 1918 года. Помните этот удивительный собор? Перед такими длительным временем гонений именно они утвердили вот как раз поминовение первую неделю Петрова Апостольского Поста всех прославленных в земле русской святых. Как будто они предвидели те времена, которые предстоят пережить в Церкви, 70 с лишним лет гонений страшных, когда мы поминаем тех людей, которые угодили Господу даже до своей смерти. И очень многих мы не знаем. Откроется нам только свое время, когда Богу будет, если угодно, мы будем с Ним в Царстве Небесном. Вот тогда мы увидим вообще всех тех, кто угодил Господу в годы гонений. Но сегодня я еще раз вас сердечно поздравляю с Днем Ангелов всех, дорогие братья и сестры. И действительно, более тысячи лет, тысяча двадцать с лишним лет назад была крещена Русь, наша с вами земля. И пример князя Великого Киевского Владимира, год которого сегодня мы празднуем, весь год посвящен памяти князя Владимира Киевского. Вот его пример жития князя Владимира, он и показывает, как изменилась наша земля, приняв христианство. Потому что вспомним жизнь, жития князя Владимира, это ведь был страшный человек вообще-то. Но вернее, это был нормальный язычник, как и все остальные язычники, которые поклонялись там Перуну, там даже Богу и многим другим. А в общем-то, в принципе, мы как христиане последних времен понимаем, что по ним, в общем-то, поклонялись дьяволу. Ибо дьявол как раз источник злобы и ненависти, которая, в общем-то, владела сердцами людей, живших на наших землях в те времена, как и князя Владимира. Сколько жен у него было, это вообще никто и не знает, не перечесть. И судьбу полоцкой княжны Рогнеды мы с вами помним, да, когда он сватался, отказали. И что получили, получил град Полоцк, когда отказали отдать княжну свою за него замок. Сжег город, сжег город и насильно взял княжну. Вот такой страшный человек был этот князь Владимир. И как же так получилось, что он в историю вошел как князь Владимир Красное Солнышко. Как же вот такой изувер мог быть Красным Солнышком или стать Красным Солнышком? Вот он стал таковым, именно когда принял крещение. Изменился совершенно человек, родные мои, совершенно. И вспомним, да, когда летописи говорят о тех огромных, как бы таких, количестве подвод с хлебом, которые пребывали в те места, где люди нуждающиеся, голодающие жили в Киеве и в других местностях. Куда князь Владимир направлял как раз вот эти подводы с хлебом, чтобы накормить нуждающихся людей. Изменился совершенно человек. Изменилась и наша страна, наша Родина. Святая Русь изменилась тогда совершенно, став языческой, христианской. Ну и, конечно, мы с вами, почитая святых, читаем их жития и понимаем, примеряя как бы на себя вот эту одежду и их жизнь, а сможем ли мы так вот себя вести, как они. Часто впадаем в уныние. Ну, родные мои, мы должны утешить себя, потому что то, что мы уже откликнулись на глаз Божий, и то, что мы уже сегодня находимся в Его Церкви, это уже значит, мы уже Его. И уже мы как бы верили себя в Его попечение, потому что ничего невозможно человеком, все возможно только Богу. А мы пришли к Нему. Как вы считаете, вот мы пришли плохие такие, ленивые, нерешительные и так далее, Он отвергнет нас? Ведь мы же пришли к Нему. Как же Он нас отвергнет? Ну, нет же, конечно. Тем более, что Он прямо говорит, что здоровые во врача не нуждаются, и праведники и так будут спасены. А Он пришел к больным не к праведникам, а грешников пришел привести к покаянию. А мы-то с вами откликнулись на Его Азов, сердца свои открыли Ему навстречу. То есть мы стали Христовыми. Он не отвергнет нас, родные мои. А для чего нужно, почему Господь попускает явить миру подвижникам, угодникам, особым Божиим? Для того, чтобы нам вдохновить тех людей, которые рядом живут. Ведь, смотрите, святые появлялись, в общем-то, во все века и во всех землях. Вот нет такой земли на Святой Руси, где бы не были прославлены святые этой земли. И мы с вами должны знать, что на следующей неделе, в следующую неделю, в воскресенье следующее, в третьей по Пятидесятнице, мы будем упоминать святых прославленных земли белорусской, нашей с вами земли. То есть в каждой земле Господь как семена, разбросал семена веры вот этих святых угодников Божьих, которые нас вдохновляют, заставляют нас задуматься о том, что да действительно и нам нужно некие меры принять, какие-то усилия предпринять для того, чтобы исполнить то, что посоветовал нам Господь Иисус Христос. Ищите, стучите, и только тогда что-то вы получите. То есть действие с нашей стороны должно быть. А вот каким образом спастись нам христианам последних времен? Пришел в мир Господь наш Иисус Христос, Сын Божий, Который принял плод человеческую и стал Сыном человеческим. Мы, как христиане последних времен, знаем, для чего это совершил тот Господь-Сидержитель, который одну из своих ипостасей послал Сына Своего Единородного в мир, потому что так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. То есть каждый. Не к иудеям именно. С иудеи началось спасение. Но не только к иудеям был послан Господь наш Иисус Христос. Мессия, которого иудеи ожидали. Да, Господь пришел в этот мир с какой целью? Конечно, самое главное, что Он исполнил, это принес себя в жертву на Голгофе. Этой жертвой искупил грехи всего человечества. То есть закон духовной жизни, когда должна быть некая жертва за грехи принесена. Мы много раз говорили с вами, что любой грех, который мы с вами совершает любой человек, он получает, я бы не сказал, наказание Божие. Не наказание Божие, а человек сам сознательно, зная последствия греха, идет на него. Зная, что будет ему за это. Еще раз повторюсь, это не наказание Божие. Это закон духовной жизни человека и человечества. Если ты прелюбодей, получишь, спит, ты что, не знал, что это возможно, вероятно? Знал, шел сознательно на это? Ну, получил, так и получил. Что хотел, то и получил. То есть закон духовной жизни Господь наш Иисус Христос исполнил, принеся себя, Сын Божий принес себя в жертву. И этим Он наш с вами освободил от власти дьявола над нами. Дал нам силы, каким образом противляться. Чего это за силой? Он изложил все в той благой вести, которую принес в этот мир. Как бы противостоять, чем мы можем противостоять вот этому натиску дьявола, чтобы погубить каждого человека. Он нам объяснил, что нужно нам делать для того, чтобы спастись. Но пришел же-то Господь Иисус Христос не только спасти иудеев. Да, с иудеи началось спасение. А пришел вообще весь мир спасти. Как это сделать, родные мои? Как мог Господь Иисус Христос, придя в мир, благовествуя, идти, что в другие страны, и там тоже благовествовать? Ну, хорошо, благовествовал Он иудеям. И какой итог этого благовествования? В общем-то, в принципе, да никакой. Потому что иудеи взяли Его и убили. А так вот, для того, чтобы спасти каждого человека во всем мире, должно было Христу Спасителю основать здесь Церковь Его. То есть, то место, куда могли бы прийти люди в любой стране, в любой, не знаю, в любой нации, и там услышать Его благую весть. Потому что вера от слышания, а слышание от Слова. Он Слово принес в этот мир. Но это Слово нужно было действительно отдать всему миру, каждому человеку, чтобы каждый человек мог спасти. Спастись и в разумении истины прийти. Для этого нужно было эту Церковь сотворить. И вот сегодня мы слышали с вами в евангельское чтение, которое рассказывает, как вот это домостроительство спасающей Церкви началось. То есть, вот рыбаки на берегу озера Генесарецкого подчинялись сети свои. Андрей, Симон, будущий Петр, да, а там друзья их, там Иоанн, Яков, Завидеев, и Завидей, отец их, они трудились там. Пришел Господь, Иисус Христос, и сказал им, все, отныне будете ловцами человеков, а не ловцами рыб. Какая реакция вообще должна была быть? А они услышали глаз призыв Божий, услышали призыв Божий. К тому же мы с вами должны знать, родные мои, ведь Андрей Первозванный был учеником из Иоанна Крестителя. И, конечно же, он брату что своему не рассказывал, о чем говорил Иоанн Креститель, что он проповедовал. Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Покайтесь, приготовьтесь к тому, что Мессия, которого вы ожидаете уже столько веков, придет сейчас, вот он будет здесь. Приготовьте себя. Говорил, говорил. Друзья, вы разве не говорил, Андрей, Якову, Иоанну Завидееву? Говорил, конечно, рассказывал это. И вот пришел тот, который действительно, помните, Иоанновы ученики приходили и спрашивали, ты ли тот, кого мы ожидаем? Вот они услышали глаз Божий и пошли за ним, оставили свои дела. Да, отец Завидей остался, а сыновья пошли. А вот с точки зрения человеческой, отчего отец не кричал, куда вы пошли? И зачем вы меня бросили? И вообще семьи наши бросили? Что вы делаете? Не было этого. Не было. И не противлялись тому, что оставили они, будущие апостолы, семьи свои. Не противлялись. Вспомните, мать Завидеевых братьев, она даже к Господу приходила, помните, и сказала, мы хотим попросить Тебя, Господи, можно ли один сядет, одеснует Тебя в Царстве Неместном, а другой, ашуя ее там справа и с левой стороны. То есть мать наоборот даже говорила Господу, поддерживая как бы сыновей. Поэтому мы не должны говорить о том, что и думать о том, что будущие апостолы бросили свои семьи на произвол судьбы и пошли за Христом. Господь прямо сказал, ищите прежде Царствие Небесное, я все остальное вам помогу сделать. Не бросил Господь семьи, вот эти ни Завидеевы, ни Симона, семьи. Именно эти люди и были тем начатком вот нашей Церкви Христовой, которые позже стали апостолами, позже стали избранными Господом людьми, которые пошли в другие народы и там оставляли свои семьи. Андрей Первозванный дошел до Киевских гор будущих, заросшим лесом вот этих мест. Что он, водрузив крест, сказал? Что на все месте это будет святое место, град, спаситель, спасающий. И он же прав был. Именно там произошло крещение князем Владимиром Руси. А князь Владимир, когда сам изменился, понял, что значит вера во Христа Спасителя. Помните, как он жестко сказал? Кто не придет креститься, тот мне не друг. Так жестко сказал. Потому что он был уверен в том, что совершается в крещении таинство, а не просто мечом и огнем, значит, заставили, вогнали всех в воды. Заставляли, именно будучи уверенным, что Господь сам через это таинство дарует им, вот этим людям, путь ко спасению. Потому что именно церковь, та вот церковь, которая была основана самим Христом Спасителем, которая стала местом для спасения во всех народах, везде. Ведь почему мы сюда приходим? А мы слышим благую весть, которую Христос принес в мир. Слышим? Слышим. Так как церковь является столповым утверждением истины, церковь нам с вами разъясняет, как правильно понимать слова, которые Господь нам принес в этот мир. Это второй момент. А третий. А ничего невозможно человеку. Это мы знаем. А все возможно Богу. Да или нет? Да. А для того, чтобы помочь нам спастись, и здесь, в этой церкви, в этом месте, Господь как раз и утвердил таинство, тайны, тайны. То, что прямо с небес можно сказать, Господь через эти тайны, через эти таинства помогает нам идти путем спасительным. Вот что такое Церковь Христова. Это место спасения каждого человека, грядущего, пришедшего в мир. Место спасения каждого человека. Вот что такое это наша с вами Церковь. Поэтому, дорогие братья и сестры, еще раз, еще раз призываю всех в этой Церкви, вокруг этой Церкви, собираться вместе, входить в нее, потому что где двое или трое, там Господь среди них. Он здесь, Он совершает эти таинства. Он от нас не отходит. И мы должны ощутить вот эту вот близость Его. И мы просто молим, веруем в Господи, помоги нашему неверию, потому что действительно мы понимаем, без Тебя не можем ни часа же делать. Поэтому и обращаемся ко Господу именно за помощью в деле спасения, ибо Он нам указал этот путь и помогает нам идти ко спасению. Я уже сказал о том, что этот год, год как раз памяти князя Киевского Великого Владимира. И хочу напомнить всем, вавродные, что 27 июня, 27 июня в 17.00 мы будем в Кафедральном соборе встречать ковчежец с частицей мощей благоверного князя Великого Владимира Киевского, крестителя Руси. 27 июня в 17.00 возле Кафедрального собора встречаем ковчежец с частицей мощей благоверного князя Владимира. До 22 в этот день мы поклоняемся, а уже 28, 29, 30 с 7.00 до 22.00 возможно поклониться мощам в Минском Кафедральном соборе. Но уже 1 июля, значит, в 17.00 и в 14.30 ковчежец с мощами отбудет из города Минска. А вот в связи с этим годом особым памяти князя Владимира, вот этот ковчежец с мощами, он как бы, ну, по всей Святой Руси путешествует, и Святой Князь Владимир как бы каждому в уголке Святой Руси помогает идти ко спасению. Каждому человеку, который с молитвой, с верой приходит и приносит свои, опять же говорю, молитвы и свою веру приносит вот к этому ковчежцу. Ибо все святые молятся за нас. Все святые земли русской сегодня молятся о нас, родные мои. Это нам огромная помощь. Они, что мы имеем возможность к ним обратиться, и они предстоят пред престолом Божиим и приносят наши просьбы, наши мольбы к Господу. Спаси и сохрани вас Господь, дорогие братья и сестры, с праздничным сегодняшним воскресным днем. Сердечно вас поздравляю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok